С праздником, брат и сестры! Христос воскресе! Христос воскресе! Вот в это воскресенье мы еще друг друга поздравляем с воскресением Христового, поскольку это все-таки попранство. И готовимся к Святой Пятидесятнице. Это было бы понятно и в богослужениях то же самое мы часто поем, начинаем все богослужения с песнопения о воскресшем Христе. Но вот что не совсем бывает ясно и понятно с первого взгляда, с первой такой вот слуха, мысли, отчего сегодня читалось такое Евангелие. Оно воскресное, но не говорится, ничего о воскресении Христовом. Ничего не говорится и о том, что предстоит исторически и духовно, и нравственно нам пережить вот в скором времени памятуя о днях торжественных, праздничных, вознесения Господня и в совершенстве святого Духа на постах. Сегодня говорится о разговоре, о беседе Христа с самарянкой, у колодца, с практически язычницей. Отчего-то именно это событие было поставлено в очень важный день после воскресения Христова. В воскресный день. это событие точно важно. Но оно важно не только исторически тогда было для тех самарян, которые потом приняли Христа. И как они сами сказали, не только по вере, не только по словам этой женщины, уверованные во Христа и исповедовали его как спасительный мир. Нет. Это важно еще и для нас. Для нас Евангелие читается, для кого-то еще. Значит, что-то в этом есть и что же. Вот задумаемся. Христос приходит к колодцу, к самарянку и начинает с ней беседу. С кем? К этому человеку иудеи не могли даже близко подойти, не то что заговорить. И не только он с ней заговорил. Он очень интересную, замечательную беседу с ней вел. Он даже что-то попросил для того, чтобы эту беседу начать. Вот она была и удивлена чему? Тому, что она имеет беседу вот с этим человеком, понимая где-то, что этого быть и должно. Может быть и недостойно где-то. И в чем это недостоинство? Ведь не только в том, что она родилась такой, в этом племени, была воспитана, но и в том, что она была очень грешной. Сколько блудила, сколько имела мужей, и на самом деле мужей не было. что это такое? Это, конечно же, блуд. Однако он с ней разговаривает. Вот это очень удивительное явление, которое встречается у нас сейчас. Должно встречаться. Мы можно сказать очень похожи на эту самаря. По своему греховному происхождению, имея первородные грехи, имея наследственность греховную, имея воспитание, в общем-то, не совсем честное и праведное, имея возможность беседовать с Богом. Это как? А возможно ли это вообще было представить до славного Христова воскресения? Нет. До Его пришествия, до Его воплощения. Даже нельзя было это представить. что Он придет и будет беседовать с грешным человеком. А сколько грехов еще нами набрано в течение своей жизни. Однако мы можем с Ним беседовать, разговаривать. Он этого хочет, Он этого ждет, Он нам предлагает эту беседу. Какую беседу? Ну вначале, конечно, очень часто человек приходит к Богу по каким-то материальным трудностям, потребностям. Ну вот у этой самарянки воды, наверное, он с ней разговаривает об этой материальной воде, но ведь потом их разговор уходит на богословские темы. Высоко как. Не каждый поныне может это постичь и поднять. о какой это воде он там говорит, о какой же это жажде он говорит, которую надо утолить этой небесной влагой. Вот удивительно. Разговор-то у многих может и состоялся когда-то о земном, о материальном, а вот до небесного так и не дошел. Ну вот дай здоровье, дай, чтоб муж не пил, дай, чтоб там ребенок поступил в институт или еще что-либо, картошка уродилась. Это все земное, понятно. Может быть с этого и нужно начинать кому-то, но ведь этим не должна наша вера закончиться. Он воскрес и воистину воскрес мы говорим. И Он вознесся для того, чтобы даровать нам дары Святого Духа, чтобы утешитель пришел не к кому-то там, не только к апостолу, там две тысячи лет назад, но сейчас к нам, а вот для этого надо побогословствовать. А вот для этого надо с ним поговорить как часто. человек заканчивает свою жизнь с Богом религиозную составляющую только на материальных вещах и отношениях. Вот и спрашивает, ну а сколько и как поститься? Мясо есть или молоко пить? А когда можно, а когда нельзя? А вот сегодня можно с рыбой, а завтра можно с растительным маслом? Все. и это это завершение религиозной жизни, потому что у человека нет далее другой потребности. Очень часто не потому, что у него ума не хватает. Ну что вы говорите? Какой там ум? Душой человек понимает Бога, хотя и умом тоже, конечно, должен постараться, и его должен напрячь, и тело, но главное в общем-то душа. вон Мария Египетская не читала вообще ничего, безграмотная была, а богословствовала за Симой очень даже интересно и беседлила. Духовное богословство. Это от того, что молилась и постилась, это от того, что Бога познавала. Вот в этом заключается и главная проблема на сегодня у нас. На сегодня, сейчас. Остановились. помните о расслабленном не так давно говорили? Вот оно и случилось. Расслабление души, тела, ума, а потом уже, ну, если к Богу обращаемся, либо по привычке, по необходимости, и вот таких каких-то житейских вопросов. Вот эта проблема страшная и жуткая, потому что в общем-то Господь желает нам открыть тайны Царствие Небесное. А вот где они открываются и как? Это оказывается надо потрудиться и даже некоторым оставить свои водоносы, так как самарянка оставила, она пришла за водой, но ей уже потом было больше не надо эта вода. Она побежала и что она делала? Вот сразу после этой беседы замечательной? Она проповедовать стала. Она не смогла утаить в сердце ту радость, которую придал ей Бог. Вот ту беседу она никак не могла утаить себе. Она просто бежала уже к своим знакомым, родным, близким, делилась, я с кем разговаривала, вы знаете, что это такое было. Ох, как часто мы пытаемся скрыть от других свои религиозные чувства, свою веру. А вдруг он в эту самую открытую душу, простите, пленит, оскорбит. Бывает. Но если у тебя сердце горит и горит высоко к Богу, то затушить его не сможет ни один плевот, простите. Ни одно оскорбление. А вот когда он так тлеет, так непонятно, что еще там в нем, вот тогда там может, там может и обида произойти, еще что-то угодно. Можно было этой самарянке не поверить. Наверное, кто-то, может быть, не поверил. Но ведь она от этого меньше верить не стала. А вот кто-то поверил. Но поверил. И сам пришел, и сам захотел слышать Христа. И уже не только за ее проповедь, не за ее только слова уверовали во Христа. Но за что? За то, что сами имели этот уже опыт общения с Ним. Вот это очень важно. Приготовить свою душу, сердце, ум, речь свою к этой проповеди. Если она вера, в тебе есть, ты не можешь ее удержать. светильник, как говорит Господь, невозможно держать там где-то под спудом, под столом, под кроватью, он должен светить. Невозможно укрыться истине, если она в сердце есть. А вот тут проблема, и как раз мы можем отгадать, понять, почему мало проповедуют жизнью своей, словами своими. Почему мало? А веры мало. Вот не дошли до конца в беседе со Христом. Почему? Ну, так ведь постились, да, исповедовались, да, причались, да, а Евангелие каждый день читают? Ну, да, как бы иногда читали. Разбираем ему эти слова, богословствуем с ним, засыпаем Евангелием с мыслью, а в том, что нам сегодня сказал Христос. Или нет? Вот, наверное, очень важно сейчас, в эти дни, не забыть Слово Божие, обращенное к нам, посланные нам. Вот знаете, как сейчас каждый должен знать о том, что у него дома лежит посылка от Христа или письмо от Него. Читает он каждый день или нет? Разбирает он эти слова или нет? Необходимо это письмо для тебя сейчас? Или так себе я и без этого проживу? Я же верующий человек, не верующий. Если не нужно Слово Божие, это не та вера. Мы должны алкать, жаждать. Мы должны иметь очень сильную жажду, которую может удалить только Евангелие. Только его Евангелие и Слово. Там все, там все откровение. Там все ответы на наши вопросы. Поэтому, дай Бог, нам подготовиться не расслабляясь увеличивая вот этот диалог с Богом. Подготовиться к принятию даров святого Духа. Аминь. Аминь.